Приглашаем всех в фирменный магазин женской одежды О'Джен. Большой выбор ярких, стильных, модных платьев. Порадуйте себя и своих близких новыми нарядами к приближающимся праздникам. В продаже есть подарочные сертификаты. Доступные цены, отличное качество, эксклюзивные модели только для вас. Приходите по адресу Стройград, 2 этаж. Мебель. Акция. В Новый год с новой мебелью. Лучшая цена года на мягкую и корпусную мебель. Ами-мебель. Здравствуйте. На телеканале ОКС-ТВ информационный выпуск программы «События». В студии Анна Ляшкевич. В Гродненской области в 2015 году увеличат объем жилищного строительства на 6%. Прогнозный показатель по воду жилья был утвержден на сессии Гродненского областного совета депутатов, сообщает корреспондент Белта. Приоритетным направлением в области жилищной политики является сохранение объемов жилищного строительства, повышение доступности жилья для гродненцев, улучшение жилищных условий, пояснила заместитель председателя областполкома Елена Агей. В структуре жилищного строительства в регионе на 2015 год 37% будет обеспечено за счет госзаказа. 35% планируется ввести за счет индивидуального строительства. В Гродненской области в 2014 году удалось создать задел для выполнения задания по жилищному строительству на текущий год. В средней школе номер 7 состоялся ритуал посвящения восьмиклассников в учащиеся правового класса. С инициативой создания профильного юридического класса выступило руководство Сморгонского ОВД совместно с Академией МВД Республики Беларусь. Эту идею поддержали педагоги, ученики и родители тогда еще седьмого Б-класса. И спустя год юные правоведы получили официальный статус. И теперь они сразу выделяются среди всех учеников школы. Они носят форму, специально разработанную и пошитую по индивидуальному заказу. В чекане «Шаг в строю» будущие юристы, учащиеся восьмого Б-класса средней школы номер 7, вошли в зал. Этого дня они ждали целый год. И время посвящения в ученики правового класса наступило. В торжественной обстановке юные правоведы дали клятву с честью и достоинством нести звание учеников правового класса, быть достойными гражданами нашей страны, помогать людям, приумножать славные традиции родного края и быть верными к клятве. С этого дня они получили полное право носить форму, которую специально пошили для них с шевронами, погонами и символикой класса и района. Мы очень волновались, потому что это впервые для нас. И нам очень приятно, что именно нас выбрали. И, ну, не знаю, счастливы очень, потому что как-то выбрали нас и нам предоставили честь нести. И когда нам выдали форму, мы сразу, мы были очень рады, что мы как-то не ожидали, что будет такая яркая, синяя. Нас милиция начала обучать в прошлом году. Мы так долго ждали этот день, но мы говорили, что ставим правовым классом в следующем году, будете отличаться от всех. Чувство просто неимоверное. Каждый, наверное, ощущает свой предкласс для того, чтобы показать детям, какими нужно быть прилежными, учиться хорошо, поведение, чтобы было хорошее. Год назад руководство Сморгонского РВД начали искать единомышленников в правовом воспитании молодежи и ту школу и класс, где могли бы реализоваться планы и пожелания, в которых милиция смогла бы оказать посильный вклад в действенном воспитании молодежи. И не боясь возможных трудностей, решение о создании правового класса принял директор средней школы номер 7 Александр Джумков. В этот праздничный день ему вручили символический ключ, который откроет дверь возможностей взаимодействия правового класса и сморгонской милиции в воспитании детей. Дорогие дети, раньше в старину считалось, что земля держится на трех китах. Пускай в жизни вашего класса, вашего правового класса, будут три таких кита. Первый кит – это ваша хорошая учеба. Только имея крепкие знания, можно стать будущим студентом Академии МВД или студентом лучших наших вузов Республики Беларусь. Вторым китом пусть для вас станет ваша активная жизненная позиция. И третьим китом пусть для вас станет ваше правовое поведение. Есть такая народная мудрость. Делаем великое тело, не говори о великом, пускай о нас с вами говорят наши дела. Практика работы юридических классов для сморгоний – дело не новое. Они существовали в разных учреждениях образования, но по различным причинам со временем были закрыты. И все-таки от идеи создания правового класса руководство сморгонского РВД не отказалось. И понадобился целый год, чтобы этот замысел воплотить в жизнь и подтвердить официальный статус существования. Один из важнейших результатов НАКО совместной работы заключается в том, чтобы ни один ученик профильного класса не совершил никаких правонарушений. Был примером в поведении и в учетах. Так как сегодня наши ученики оденут форму, они станут заметнее среди всех своих сверстников. И как никакую форму надежды наносить с гордостью и ответственностью. Без-за формы это настроение только внешний, а ее содержание. Разделить радость этого важного события в жизни своих детей пришли родители. Они с уверенностью говорят, что даже если в будущем ребята не станут сотрудниками силовых структур, то такой опыт знания законов жизни им понадобится. Дети, от имени всех родителей я поздравляю вас с этим знаменательным днем в вашей жизни. Хочу пожелать трудолюбия, ответственности, целеустремленности. Но несмотря на то, что вы одели такую красивую форму, хочу, чтобы вы оставались добрыми, открытыми, отзывчивыми людьми, которые готовы прийти на помощь в любой момент. Ведите законопослушный образ жизни, будьте примером для своих одноклассников, друзей, для нас, ваших родителей. Удачи вам и успехов в учебе! Я считаю, что вот сын моего правом в восьмом б-классе, в седьмой школе, это я рад, что он попал в этот класс, что произошел этот отбор, так называемый. После того, как вот даже дали им эти рубашки, так называемые, у него даже поменялось дома. Я рад, что в том плане, что он стал более какой-то такой ответственный, то есть задавать вопросы, больше дисциплинирует как это. И, конечно, я рад в этом, что в дальнейшем это ему поможет, даже если пускай не свяжет судьбу с этим, но все равно это в жизни поможет. Ну, надеюсь, все-таки, как сам военный человек, я уже больше 20 лет в армии, ну, вот думаю, что он продолжит или в моих седе, или в этих же других органах, ну, пойдет по этой степи. Добрые дела не знают границ. Они имеют начало, но не имеют конца. И чтобы они получили историческое торжествление, классному руководителю правового класса Татьяне Шедловской вручили книгу летописи, в которой уже нашли незначительное отражение имеющиеся события, и все уверены, здесь хватит места для новых, более важных. Долгожданное событие для жителей соседнего района произошло в минувшие выходные. В Островце открыли свои двери новые детский сад и школа. Новоселы ждали этого события почти два года. Строительством этих важных социальных объектов занимался строительный трест номер 41 города Сморгони и Ашмянское открытое акционерное общество «Строитель». Торжественная церемония открытия объектов состоялась с участием губернатора Гродненской области Владимира Кравцова, представителями министерства образования, руководства облсполкома и местной власти. В Гродненской области в последние годы было сдано в эксплуатацию немаловажных зданий социального назначения. Но именно этого события в новом микрорайоне номер один Островца ждали с особым вниманием и нетерпением. Ясли, сад и гимназия – первые крупные объекты социальной инфраструктуры белорусской атомной станции. В едином комплексе возведены государственные учреждения образования. Эти объекты вместе представляют собой настоящий образовательный социокультурный и физкультурно-спортивный центр в новом микрорайоне, которым смогут пользоваться не только дети, но и их родители. Дети здесь будут находиться вот на этой территории и 14, и 13, и 15 лет, начиная с детского садика и до завершения учебы в гимназии. Это очень много, это очень важно, и очень важно, чтобы здесь была комплексная атмосфера, в которой ребенок с маленького возраста воспитывается и уйдет в жизнь хорошим, нормальным человеком, который будет работать для себя, для своей семьи на благо нашей Родины. Здания и оборудование учреждения отвечают всем современным требованиям. В них создана достойная развивающая база, отметил губернатор Гродненской области Владимир Кравцов. Строительство объектов началось в июне 2013 года. ООО «Строитель Ашмяны» и ООО «Строительно-монтажный трест номер 41 «Сморгонь» досрочно сдали их в эксплуатацию. Эти важные социальные объекты для семей строителей и будущих работников АЭС обошлись бюджету в сумму более 150 миллиардов рублей. В развитии социальной сферы мы всегда уделяли и будем уделять, как бы нам не было сложно, особое внимание. Мы в прошлом году построили несколько школ в области и вот год мы начинаем очень хорошо. Сдаем школу и сдаем, как мы тут обменивались, может быть, не традиционно к первому сентября, начало учебного года, но сдаем досрочно и сегодня уже здесь будут заниматься дети. Конечно, это не дешевое все удовольствие. Эти два объекта обошлись в очень большую сумму, порядка 150 миллиардов рублей. На государство идет на это, и тем более в Островце, где реализуется крупнейший в нашей стране инвестиционный проект, строится атомная станция. Учреждение для дошкольников рассчитано на 190 мест. Ясли-сад полностью обеспечен всем необходимым для воспитания самых маленьких. В гимназию уже в этот понедельник обучение начал 501 учащийся. В дошкольном учреждении расположен детский бассейн площадью 150 квадратных метров, а в гимназии спортивные и тренажерные залы. На базе учебного комплекса будут выполняться задачи по спортивной и физкультурно-оздоровительной работе. Созданы все условия для работы спортивных секций детской и юношеской спортивной школы по разным направлениям. А для детской безопасности на объектах новостройки имеется система видеонаблюдения. Каждый объект, когда сдается, это приятно, это нормально, это здорово все. Смотрим, как строится город. Я думаю, что в этом году закончим полностью, уже 100% строительство микрорайона номер 1. Параллельно строится микрорайон номер 2, где также уже будет два дошкольных учреждения, два садика и одна школа. И думаю, что в 2017, максимум в 2018 году, тот микрорайон будет достроен. Мы уже планируем в этом году, как начать потихоньку строительство и основной части нашего нового города. И центр нашего города будет немножко в другом месте. Это тоже будет замечательный, красивый, прекрасный центр, в котором будет всем удобно жить, учиться и развиваться. В первом микрорайоне Островца в перспективе будут проживать около 4 тысяч населения. Рядом возводится микрорайон номер 2 на 5 тысяч человек. Активно будут строиться и другие объекты социальной и торговой инфраструктуры. В текущем году в Островце начнут строить новую больницу. Подарить праздник каждому ребенку. Такая задача стояла у новогодней благотворительной акции «Наши дети», которая проходила по всей республике с 16 декабря 2014 года по 11 января 2015 года. В ходе акции руководители республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов посетили детские интернатные учреждения, опекунские, приемные семьи, семьи, воспитывающие детей инвалидов, детские дома семейного типа, детские больницы и вручили детям подарки. Отличительной чертой акции «Наши дети» стало широкое участие в ней всего общества. В Сморгонском районе в рамках акции «Наши дети» около 600 детей получили подарки и приняли участие в праздничных мероприятиях. На одном из них побывала и наша съемочная группа. Об этом в сюжете корреспондента Наталья Антоненко. В преддверии Рождества и Нового года с Моргонским районным исполнительным комитетом было принято решение проведения благотворительной акции «Наши дети». В ее рамках до 11 января проходили праздничные мероприятия для детей. Новогодняя благотворительная елка в районном доме культуры собрала детей из многодетных, опекунских и приемных семей, семей, воспитывающих детей инвалидов, а также воспитанников детского социального приюта. Сотни улыбок, счастливых лиц, радостных глаз стали подарком организаторам представлений. Родители благодарили всех, кто принял участие в организации проведения праздничного представления. В нашем районе проходят елки вот такие для детей. Это прекрасно просто, потому что дети приходят на этот праздник радостно, получают положительный заряд эмоций, домой приходят. У них очень много еще эмоций. Они целый день вспоминают потом все чудеса, которые здесь происходили. Деда Мороза воспринимают как живого. Все прекрасно. Дети идут с вдохновением, они радуются, они верят в все эти чудеса. Им интересно, это прекрасно. Праздники – это просто замечательно. Дети верят в сказку. Эту сказку мы им обязательно подарим. И они еще очень долго, много лет будут верить в сказку. Новый год для детей – самый главный и светлый праздник в году, которого ребятишки всегда ждут с особым нетерпением. На новогодней благотворительной елке детей ждало много приятных минут. Они окунулись в сказку с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Ребята пели, плясали, водили хороводы и рассказывали стихи. Мы пришли сюда отмечать Новый год. Праздник Новый год. Мы все. Снегурочка, Дед Мороз, Снежинки, Баба Яга, Ябеда и многие другие. Мы, когда встречаем Новый год, мы ждем Деда Мороза, когда он принесет нам под елочку подарочки. Я хочу пожелать Новый год счастья, удачи и самого-самого лучшего. За годы своего шествия по Беларуси республиканская благотворительная акция «Наши дети» стала ярким символом объединения всех взрослых ради улыбки на лицах детей. Участниками акции в Сморгонском районе стали около 600 детей. Среди них дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. К акции мог присоединиться каждый желающий. Новый год Новый год Новый год Ами-мебель Акция в Новый год с новой мебелью Лучшая цена года на мягкую и корпусную мебель Ами-мебель Новый год с новой мебелью Новый год с новой мебелью Ами-мебелью Новый год с новой мебелью Новый год с новой мебелью Поднимется юго-западный западный ветер до 15-18 метров в секунду. Днем характер погоды изменится. Сморгонский район попадет под влияние атмосферного фронта от циклона над Балтикой. Столбики термометров покажут плюс 2, плюс 4 градуса. Облачно пройдет дождь. В среду, 14 января, по-прежнему сохранится теплая погода. Ночью 0, плюс 2, днем плюс 1, плюс 3 градуса. Под влиянием холодного атмосферного фронта циклона пройдут небольшие осадки в виде дождя. Ветер юго-западный умеренный до порывистого. В четверг, 15 января, после прохождения холодного атмосферного фронта, станет прохладнее. Ночью температура воздуха опустится до 0, минус 2, днем покажет 0, плюс 2 градуса. Облачно с прояснениями, ветер юго-западный умеренный. По предварительным прогнозам, до конца недели на территории района сохранится теплая погода. Но температура воздуха постепенно будет понижаться. Пройдут дожди, переходящие в мокрый снег. И к нам вернется зимний характер погоды. На этом наш выпуск завершен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова